Новая продукция и наращивание объема вытворчасти. Старшиня гомельского облаканка Магина Целовей ознайомился с деятельностью приватного предприемства «Полидреу». Не глядячи на пандемию, попередние выники селетней деятельности можно смело назвать поспеховыми. Дмитрий Котов с подробностями. Предприемство «Полидреу» вытворцы и поставщик вакуум-формовочной продукции. Она вырабляется на четырех пляцовках. Две находятся у Гомеля, одна у Речицы и одна на территории России. Больше за 60% продукции реализовывается у Беларуси. Основные партнеры – Гумсельмаш, Кадор, БМЗ, МТЗ, МАЗ и БелАЗ. Невеликые парты накировываются у США, Германию, Польшу, Чехию и Литву. Селетняя пандемия не оказала истотного вплыва на предприемства. Работа не спынялась и за кошту новых заказов отрымалась она от повеличить объемы вытворчасти, приблизно на 30%. При этом значная увага надается освоению новых видов продукции. Это, соправда, издевляя одно наименее практично кожный день. Это наша ежедневная работа. Что такое новый вид продукции? Каждая новая деталь – это новый вид продукции. А у нас идет новый заказ – это новые детали, потому что производство все время обновляется. Появляются новые модели автобусов, тракторов, комбайнов. Все время нужны новые, новые, новые детали. Так что это непрерывный процесс. Мы выпускаем номенклатуру, которая измеряется тысячами наименований продукции. И каждый год осваиваем пару сотен новых. Каждый год. То есть почти что ежедневно какой-то новый вид продукции возникает. Роман Напрееву, упевненный бизнес, повинен быть диверсификованный. Один знаки рунков его деятельности – медицинский. Компания «Чистомед» наладила вытворчость специальных пристосований для стомированных хворых. Подчас визиту губернатора размова заходить так само про сродки аховы, щитки и маски. Их вытворчостью тут занялись с начала пандемии и за этот час выпустили около 30 тысяч штук. Причим, это не была спроба заработать. Это, как означают на предприятии, громадянский обовязок. Допомога медикам ожитивлялась на безвыплатной основе. Весной, в связи с тем, что возник острый вопрос дефицита маски защитных, было принято решение производить маски защитных. В течение двух недель мы освоили полностью без формы, изготовили оснастку и начали производить маски защитные. На сегодняшний день маски защитные мы поставляем нашим партнерам, больницам. Получаем положительные результаты о наших масках защитных. Выникан визит у старшиня оба выконка Магинац Соловей застался задоволен. По его словах, убаченная – приклад процовитости и метана кированости, что позволяет досягать поставленных задач, не оглядевши на возникающие перешкоды. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!